Радио Югра 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 получил по полной. Макс, слушай, сегодня много разных всяких праздников, но один из тех, о котором я хочу с тобой поговорить, это День Хорошей Памяти. Как у тебя с памятью? С памятью моей плохо. Я очень хорошо запоминаю лица, но я очень плохо запоминаю имена. Очень плохо запоминаю. У памяти есть несколько разновидностей, если вдруг ты не знал, и образная есть память эмоциональная, логическая, двигательная, ну и так далее, так далее. Но просто дело в том, что как ее зовут? Память. Память, да, вот она. Память-то можно развивать. Ты знал о том, что оказывается, человеческая память продолжает развиваться до 25 лет, да? После 50 начинает затухать. Но, правда, с помощью регулярных тренировок процесс этот можно замедлить, поэтому нам с тобой до 50 еще, ну, мне ого-го, а тебе ого-го-го. Ну, как минимум 25 мне. Да, да. Поэтому я предлагаю тебе начать с сегодняшнего дня уже начать улучшать эту память. Я быстренько расскажу, что для этого нужно. Дай. Дай меньше фотографий, потому что, оказывается, фотографии стирают память. Крадет душу? Подожди. Душу? Это в другой день про это поговорим. Подожди. Сейчас просто хочу тебе сказать, что, оказывается, ученые доказали, что фотографии, вот сфотографированные объекты, например, быстрее стираются из памяти. Для меня это было абсолютно откровение. Но специалисты говорят, что все дело в том, что когда мы фотографируем, мозг наш концентрируется на самом процессе фотографии, а, собственно, не на том объекте, который мы фотографируем. А, я теперь все понимаю, почему мужчина, уезжающий на отдых куда-нибудь на моря, всегда удаляет все это, все свои семейные фотографии с телефона. Конечно, удалил, забыл. Удалил, забыл, потом из облака достал и все вспомнил. А ну смотри, смотри, вот они, вот они, Макс, я... Даш, ну слушай, мне кажется, с каждым годом тренировать и заставить себя тренировать свою память все сложнее, тем более 21 век. Но давайте скажем честно, есть электронные дневники, записные книжки, всевозможные гаджеты, которые тебе напомнят о том, что ровно через год у твоего друга будет день рождения. Потому что помнить невозможно. Мы, конечно же, обленились. Кто-то скажет, кто-то скажет, сидя на лавочке у подъезда. Но, давайте скажем честно, но это удобно. Зачем мне эта информация? Зато я помню, чему равен сумма квадратов катетов, понимаете? Зато я помню, чему равны пифагоровы штаны. Но зачем-то мне же это нужно. Макс, подожди, ты мне сейчас честно скажи. Вот ты уже в течение долгого времени работаешь на телевидении, так сказать, лицом. Когда-нибудь тебе вот кроме сегодняшнего дня, когда ты вдруг вспомнил, что ты знаешь, чему равны пифагоровы штаны, тебе когда-нибудь пригодилась эта информация? Нет, подожди, ну вот как-то однажды в драке. Ребята, стойте! Чему равна сумма квадратов катетов? И они так задумались, и в этот момент я шмыганул за угол. Макс, хорошая пятница тебе. Тренируй память, меньше фотографий делай, и ни в коем случае не забывай, чему равны пифагоровы штаны. Хорошо, спасибо, всем пока. Пока, радиослушателям радио Югра. Даша, пока.